Добрый вечер или день, дорогие дамы и господа, и сегодня коллаборация, о которой никто не просил, даже не подозревал, в общем, как всегда, ну, это был вождь с Тамарой, сейчас вождь, Валентин депутат, данный Александр Галкин, Мухихан Намбаван, ой, ребята, это невероятно, это невероятно, давайте руки все пожмем, пожмем, попередаем бактерии, так сказать, Валентин, ну, Первый вопрос тебе, ну, конечно, все начинается с меня, ну, Валентин, как говорится, жизнь из яйца, а начало с конца, да, Валентин, вот первый, первый тебе вопрос, а как это, как жить, как жить, зная, что, ну, ты просыпаешься и видишь новость, где Екатерина Мизулина пишет, вот, все, закон о трехстримах, так сказать, принят, и, значит, Валентину депутату, я не помню, как она точно написала, Придется сложить свои полномочия, да, 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 Валентин, но она чуть-чуть ошиблась, потому что я не являюсь трэш-стримером, дорогие любимые зрители, YouTube замедлили, и в случае полной блокировки, чтобы нам не потеряться, подпишитесь на мой Boosty и Telegram канал, ссылки в описании и закрепленном комментарии, всех люблю, не забывайте о классах, подпишитесь и напишите развернутый комментарий, больше четырех слов, что вы обо всем этом думаете, приятно. Продолжение следует... Мы не трэш-стримеры. Это первое. Второе. Но она, исходя из прошлого, говорила, так я же не был организатором трэш-стримов, я был потерпевшим там, она чуть-чуть заблуждается, особенно тогда, когда она в 21 году на всеобщее обозрение меня назвала инвалидом. Ну, Валентина, каждый из нас заблуждается, я к ней без претензий. Кстати, по поводу претензий, вот ты до этого, давайте, ну, такой, кажется, вопрос, подвохом. Да ты по-другому-то не умеешь. А как ты относишься, ну, я не знаю, не к творчеству, а к деятельности Екатерины Мизулиной? Знаешь, Хикан, для меня это вообще темный лес. Кто спонсирует эту организацию, что это за организация, это НКО или государственная, это вообще непонятно. Вот, ну, то, что она защищает школьников, да, там, по ЕГЭ, там, по каким-то нападкам на школы, ну, молодец, молодец. Ну, не она же только этим всем рулит. Нет, ну, ты больше положительно или отрицательно относишься к Екатерины Мизулиной? Нейтрально. Нейтрально? Да. Ну, ты же знаешь, Валентин, какой дальше посажет меня. Просто, знаешь, злые языки, и я почти уверен, что это были модуляции и нейросети. По пабликам нижнего и даже среднего интернета разошлись нарезки там, где ты, ну, и точнее не так, человек, похожий на тебя, человек, похожий на генерального прокурора, выражался крайне негативно Екатерине Мизулиной. То есть, мне кажется, это был не ты или ты? Нет. Я про Екатерину Мизулину никогда вообще не упомянул. Но это был не ты, правильно? Нет, конечно. Ну, а зачем мне вообще про нее что-либо говорить негативное, когда она меня, ну, один раз упомянула, и что мне теперь всю жизнь, что ли, ее там полоскать? Ну, сказала-сказала. Ну, она же блондинка. Вот. Ну, это не зависит. Интеллект не зависит. Ну, не зависит. А я про интеллект не говорю. Я про интеллект не говорю. Стереотип, да. Да, стереотип. Валентин, а представь, пожалуйста, вот этого кудрявого мужчину, который сидит по воде. А что мне его представлять? Я его знаю с февраля месяца. Нет, это понятно. Это Валентин просто зритель широкий. Вот он видит вот этого мужчину и не знает, а кто это спрашивает? Вот откуда он появился, как черт из табакерки, вот вылез, откуда он тут? Ну, а знаешь, Шахикан, я ведь тоже как когда-то в семнадцатом году вылез так же, как черт из табакерки, и сразу меня все начали депутатом называть. Да, ну, плюс Валентин еще и следователь. Ну, бывший, ладно. Там подумаешь там немного. Капитан юстиции. Так, и что? Я к тому, что ты капитан юстиции. Представь, пожалуйста, кто этот молодой человек. Ну, я знаю, кто он, но на всеобщую аудиторию я говорить не буду. В смысле, он же как-то... Чего, чего, чего? Ну, да это Александр. Твой новый официальный продюсер. Ой, 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 ой. Я думал, друг. Как хочешь, называй. А, как хочешь, называй. Вот видишь, уже заднюю дает. Ты знаешь, Хикан, вот когда мы с тобой поехали в Орел, он очень переживал по этому поводу. Почему? А? Что я оттуда не вернусь. Почему? Тебе съест кто-то? Нет, он думал, что ты меня там оставишь. Нет, нет, нет. Хотя у нас билеты были куплены заранее. Это не маятельно. Туды, сюды, обратно. Это не моя тема. Я знаю, почему я и поехал к тебе. Но почему я предварительно сказал, что я еду в Рязань, а не к тебе, в Москву. В Рязань. 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 Где грибы с глазами. Да, да, да. Вот. Валентин, так как вы познакомились, собственно, с продюсером? С Александром? Нет, с другом. С другом. Продюсер – это так. Это вторая прерогатива. Как познакомились, я не знаю, лучше Саша, наверное, на этот вопрос ответить. Пожалуйста, Александр. Давай, я можете вообще напишу. Ну, Валентин написал мне в Телеграме о том, что… Не-не-не, господин, господин, будьте добры, давайте не искажать данные, написали вы мне после того, как я отказал демону Евжелинку поехать в Таиланд. Вот, и тут Саша написал мне, типа, Валентин Владимирович, так-так, вот я такой-то Галкин. Не, он сначала представился Лукиным, вот, но меня тут хрен проведешь. Лукин, ну, это все понятно. Это все понятно. Нет, я не поверил, потому что я могу сопоставить портреты. Тут главный вопрос. Да. Ты Галкина тоже посадишь? Какая Ракоша. Конечно, посадишь. А, так, я же уже и Рома посадил, да? Нет, Коверша вопрос. Я его переиграю. И Ебу Гусей, и всех уже посадил, да, конечно. Просто на недавнем стриме, я почему пою из «Палайта Деспота», я вот пересмотрел, и ты там говоришь в данном Галкино, заявление на тебя будет написано. Это были эмоции. А, уважаемый Хикан, ну, как тебя зовут? Алексей. Алексей, смеется тот, кто смеется последним. Я еще не за решеткой, а Таиланд впереди. И мы посмотрим, как Валентин и где сложит свою полномочия. И под чем. А вот это уже пугает. Вот это уже пугает, вот реально. Ну, я знаю, что он шутит. Ну, просто шутка. Просто шутка. Я знаю, на самом деле. Ну, давай, в общем, вернемся, вернемся к Таиланду. То есть, данный Александр, который Галкин, который Лукин, ну, и все остальные, все остальные регалии. Ты появился в Тае, там, вот, к Топгеймеру, там, с Пугачевой нашей любимой Примадонной там стримил. Все правильно? Вот. И потом, а как тебе пришла идея открыть, так сказать, майнинг-ферму имени Валентина Владимировича Ганичева? Да, мне вообще было плевать на Валентина абсолютно. Я отдыхал в свое удовольствие. Я просто планировал прилететь в Питер. Я не знал, когда я прилечу. Но так получилось, что я задержался в Таиланде. Задержался надолго по каким-то своим личным причинам. Но как только все, я решил, я еду в Питер, так сразу я приехал в Питер. И мы с Валентином тут же сразу через несколько дней постримили. У нас был стрим, 9-часовой стрим, 30 тысяч просмотров. Онлайн 2 тысячи зрителей. На начальном этапе. На начальном этапе, в общем, тут это обо всем говорит. Как бы само за себя. Да, по поводу стримов. Вот хороший вопрос. Валентин, тот самый легендарный стрим. Вчера, кстати, возле этой Мариинской больницы проезжал. С тем школьником, с тем школьником, что произошло? То есть, ты помнишь вообще что-нибудь? Когда тебе школьник прописал, как говорится. Я, Леша, я это смутно помню. Я помню, что он со мной фотографировался. Я помню, что его пиздарванку я как-то там нахуй послал. Ему это не понравилось. Вот поэтому он и прописал. Когда меня привезли в больницу, но я не помню, кто скорую вызвал. Нет. А, ну, прохожие. Потому что там финляндский вокзал был. Народа куча. Кстати, вождь туда тоже приезжал в свое время. Только Ленин. И вот как это получилось, я не знаю, я просто зашел в скорую. Они стали осматривать, сказали, что у тебя перелом стопроцентный. Не знаю по поводу сотрясения. Поехали. Дверь закрыли. Саша не успел даже в машину скорой помощи зайти. Они его там, ну, чуть ли не выгнали. Вот. Приезжаем в приемный покой. Сделали мне там МРТ, КТ, рентген. И вот мне врач сказал, травматолог, что у вас перелом со смещением носа. Четыре дня не шмыгать носом, не сморкаться. Я говорю, а как дышать-то? У меня, я говорю, уже не первый перелом. Он говорит, ну, ничего, потерпишь. Говорит, а завтра, говорит, дуй в поликлинику по месту жительства. И вот тебя там вправлять будут. Валентин, это... И, и, Валентин забил на все. Все, все, все. Забил на все. И на следующий день отправился в Клин. И на следующий день. К своему новому. Череп, блядь. Где его подселили на Квартиков. Я это осуждаю. Закрыли на ключ, откуда не выпускали. В общем, Валентин, после этого ты поехал в Клин. Это к так называемой Сисе. Да, да, да. А это не в Твери было, да? В Тверской области? Нет, это Московская область, город Клин. Московская область, точно. Да, по направлению туда, на север. Понял. Ну, это к Питеру. Валентин, ну, стримы там были, ну, скажем так, ну, не особо. Я помню, приезжал маэстро Шоу Е. Маэстро Орлева. Которого позвал я. Да. Да, да, да. А почему ты так не любишь маэстро? Он же гениален в прозрении своем. Как он поет. Он знает много технических характеристик телевизора. Нет, подожди. Леш, он же там не пел. Он там шахи не нес. Что конкретно не понравилось? Ну, он там пытался мне доказать, что я Стаса посадил. Он мне пытался доказать, что я Шкилу Саркаши посадил. Стас-то вообще каким боком, припеком. Ну, да, по делу Шкилы Саркаши, да, я прохожу потерпевшим. А Стас-то вообще меня там и не было в помине. Но он мне пытался с пеной у рта доказать это. Но это же, ну, бред. Сивы кобылы. Кургу несет, кургу несет. Почему ты не дождался Беловых? Был бы топ-контент. В том-то и дело дождался, вот когда уже Саша приехал. Ну, и что? А почему стримы-то не пошли? А потому что мы с Сашей уехали. Ты там говорил, что данный Сися непосредственно тебя удерживает. Да, он удерживал, он меня на ключ запирал. Он мне не давал выйти, он мне не давал форточку открыть в квартире. Хорошо, каверзный вопрос. А Аркаша со Шкилой тебя удерживали? Дела очень минувших дней. И я не хочу им накидывать срок еще больше. Старина и глубокая. Понятно, понятно, хорошо. Нет, нет, ну, если уж так взять, если уж так взять, то полиция в курсе, судья в курсе, все в курсе. Да, запирали в доме. Все, хорошо. Это я тебе, по-моему, в мае месяце еще говорил. Было, было, было. Валентина, ну, вот следующие ваши стримы с данным Александром. Как ты считаешь, это трэш-стримы или нет трэш-стримы? Нет, никаких трэш-стримов. Александр, как ты считаешь, это трэш-стримы или нет? Мне кажется, нет. Тебе кажется? Тогда перекрестись. И, Валентин, пожалуйста, давай вместе. Давайте сначала как-то... Что такое трэш-стримы? Вот я сам не знаю определения. То есть, ну, вот как была формулировка, там, кого-то оскорбляют. Ну, я даже не знаю, Валентин. Нет, нет. Ты и оскорблял данную художницу. Художница, для тех, кто не в курсе, это вот девушка данного или жена уже. А, я не знаю. Бывшая. Бывшая жена данного Александра... Любовь прошла, завели помидоры. Да, да, да. И ты вот постоянно ее оскорблял. Значит, говоришь, что вот она такая. Какая? Какая такая? Стоп. Валентин открытый женоненавистник. Он ненавидит всех баб абсолютно. Я сексуал, потому что. Включая Екатерину Мину. Поэтому он оскорблял беременную женщину. Вырежу это. Все. Это уже тогда мне вообще статья пойдет. Воронок приедет. Саша меня просто уже под монастырь хочет подвезти. Под статью. Валентин, а почему ты... Ну, еще раз. Я сказал, я сексуал. Так, а сексуал, это значит, ну, и мужчин тоже тогда ненавидит. И, в принципе... Он сексуал, но когда два дня назад я пришел его вечером попроведывать, вот этот данный господин, блядь, лежал здесь в пол, был уделан в говне. В говне. В соке. В соке, блядь. Да. Чему по поводу художницы? Когда меня Саша пытался пригласить в Таиланд, вот эта вот особа, тогда еще не будучи беремчатой, пишет мне лично и говорит, я не буду мешать вашим. Приезжай, пожалуйста. Нихуя себе разрешение дала. Кто такая, блядь, мандовожка, блядь, которая младше меня, блядь, на 11 лет? Я ей сразу написал, иди нахуй, и заблокировал. Так это что, ты хочешь сказать, что Александр, ну, извините, под давлением находится? Нет, нет. Попробуй, Саша, под давление поставь. На нем где сядешь, там и слезешь. Ой, тоже такой вопрос, знаешь ли, может быть, это тоже модуляция, я не знаю, скажи или нет. Вот когда вы в лесу стримили, я смотрел, ну, чисто случайно, совершенно наткнулся на эти стримы. Да, конечно. Ты совершенно случайно на нарезке. Да, да, да. Вот там некий Марк, вот у вас мужчина, ты там был на видоках, как в старые недобрые времена. Ну, это вопрос не ко мне, это к Марку. И почему Саша это допустил? А почему Саша это допустил? А почему я не должен этого допускать, скажите мне? А, то есть, это нормально в порядке вещей, да? То есть, мне в Таиланде это же ожидает. Хотя, когда мы встретились в России, когда мы встретились в России, он сказал, ничего такого подобного не будет. Я тебе когда-нибудь делаю, видоки? Нет. Конечно, делаю. Ты просто не помнишь. Ну, конечно. Ты жертва, ты жертва. Валентин снова без средства связи. Без средства связи. И Саша это прикалывает. А почему? Ну, я не знаю. Посмотри, почему он улыбается. Глаза блестят. Потому что настроение хорошее. Лето на дворе. Потому что к нам пришли гости. Ага. Потому что хоть есть с кем пообщаться, не с одним же нищим. Нищим? Нищий духом. Блаженный нищий духом. Помнишь? Он не помнит. Он не помнит. Ему не хватает общения. Он каждый вечер ходит в инотеку. Инотека побудем не работать, дебил. Попытать удачу. Ладно, все понятно. А по поводу инотеки, ты же выступаешь седьмого? Нет. Ну, там директор был против, потому что ему же угрожать начали. А, а у тебя... Должно быть четвертого, по-моему, да? Седьмого. А, седьмого. Вчера у вас же выступление было. А если бы у тебя было выступление... Разве было вчера? Да, вот вчера у Алексея, да, там человек 600-700 пришло, там не протолкнуться. Блядь, нас не предупредили даже. Валентин, а что бы ты рассказывал в инотеке людям? Слушай, я не знаю, но вот те организаторы, которые там были, ну вот эти вот, которые там все организовывают, они сказали, мы все организуем, все сделаем. Просто чисто встреча с подписчиками. Ну, вот пришел бы ты, люди стоят, и что, здравствуйте, там... Я не знаю, они сказали, мы все организуем. Нет, ну смотри, вот у вождя, у Алексея, у него есть конкретная доктрина, то есть вагинский фитализм. А у меня нет, а у меня все сумбурно. Ну, я не знаю, ну что бы ты... По-спартански. Ну, спрашивали бы, рассказал. Вот, хорошо, спросили бы, Валентин, зачем ты терпишь людей, которые вешат тебя на видоке? Ну, я бы сказал, что теперь таких нет. Или как правильно висеть на видоках? Нет, ну, такое бы я... Я бы отрицал такие вопросы. Отвергал-то еще. Это понятно. Валентин, а чем вы будете заниматься... Я же так понимаю, вы с Александром идите в Таиланд. Вот, чем вы там будете заниматься? А вот это уже... Вот вопрос к Александру, пожалуйста. Я думаю, время покажет, если не знаю еще. Я планы не строю. Ну, как пойдет. Как пойдет? Да. Ну, понятно, вот там закон принимают. И, ну, идите в данный Таиланд. Ну, я думаю, Валентин наговорит себя на статью и вряд ли вернется обратно в Россию, будучи в Таиланде. Ты видишь, ну, одно по одному. Самое главное, ты не наделай на статью. Не переживай. Валентин, а когда вы планируете устроиться на работу? Все начинается. Александр, вас об этом не спрашивали? Не-не-не, я присоединяюсь. Валентин, давай... Ютубы уже все, уже медленные, уже ни о чем. Да, сейчас заблокируют Ютуб, закон о трэш-стримах, хозяина нового не будет, ты приедешь из Таиланда, вернешься из Таиланда звездой. Как-нибудь проживу. С пьедестала опустишься, вернешься в Питер, что делать будешь? А тебе какая разница, что я буду делать? А если у тебя доходы? Тебе какая разница? Самое главное, ты доход получишь, чтобы родить этого ребенка, блядь. Ну, просто вперед. Валентин, а почему такое раздражение? А это не раздражение, это просто констатация фактов. Когда я застукал Валентину, Валентин вышел со студии, когда я его выгнал, и напал на беременную женщину с кулаками. Я напал, я ее нахуй просто послал. Екатерина Мизулина. Он напал на беременную женщину с кулаками. Есть видео. С кулаками, да? С кулаками. Да, 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 конечно, давай. Валентин, это непорядочное. А когда он вернется из Таиланда, что будет с ним? Так, а что же она на меня заявление-то не написала? Что будет? Бедняжка-то бедная. Он не устроится на работу. Да, 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 да. Валентин, давай парировать. То есть вспомнил свои дни в шоколаднице, допустим. Ну. Ну, надо возвращаться. Можно я сам решу? Без всяких советов. Две недели поработал в шоколаднице. И без всяких нравоучений. Будьте добры, я сам как-нибудь решу. Да, об этом же, что ты снова директор шоколадницы. Я заместителем буду. Будем вместе обслуживать людей. В хорошем смысле. Нет, обслуживает официантов с барменами. А руководство контролируется. Нет. Он был директором, когда он был молоденьким и красивым. А сейчас он старый, никому нахуй не нужно. Какой директор? Валентин, что этот продюсер себе позволяет? Я не знаю. Я не знаю. Давайте же выпьем еще. Я чуть-чуть себе налью и Валентину, конечно. Давай, Валентин. За доброе-доброе здравие и многое лето. Чтобы YouTube как можно меньше тормозил. На похуй вообще на YouTube. Мы в Таиланде скоро будем, нам никакой YouTube не нужен. Ох, Валентин. У нас есть такие донатеры, которые вам, господа, объясняются. А что ты на это скажешь, Валентин? Я не знаю. Это у него кто-то есть. Валентин, сколько ты заработал за последние стримы? Расскажи, пожалуйста, нам свою статью входа. Все уходит на поездку. На поездку в Таилан. На оплату долгов, на поездку в Таилан. Кстати. Одна вилла будет стоить 100 тысяч бат. Это 270 тысяч рублей. Это порядочно. Сколько долгов было погашено данному Валентину? 90 с половиной тысяч. Ну да, где-то 90 копеек. Валентин, так ты предвкушаешь поездку-то? Что ты от нее ждешь в данный Таиланд? Ну что, тиськи ему сделают. Посмотреть королевство. Валентин, так как же, вот опять же, мне кажется, это была модуляция. Вот данный, человек похож на данного Александра Галкина. Плюс там Марк, тоже человек похож на него. Кто на кого? Сейчас я объясню, что ты поймешь. Просто люди на стримах похожи на данного Галкина, на данного Марка. Не только на видоки, как говорится, тебя подвешивают. Но еще и в данную ванну окунают. Вот. Что ты на это скажешь? Почему ты это терпишь? Но он меня не окунал. Этого не было. Нет. Ну, я же говорю... Потому что его вообще там не присутствовало. Мне показалось, я же говорю. Ну вот. Скорее всего, это Марк этот был. Правильно? В большей степени инициатором был Ебу Гусей. Ага. Вот и все. А Марк, как ведомый человек, просто ему помогал. Я желаю тебе от всей души, тебе и дам твоему продюсеру незабываемых дней, вечеров в данном Таиланде. Я просто вот предчувствую интересный контент. Это самое главное. То, что Таиланд станет просто пиком карьеры Валентина. Да. И главное, Валентин, вернись живым. Ну, здоровым это уж как получится. Главное живым. Давай так. Вот я не знаю. Возможно, мы с тобой вообще последний раз видимся. Что ты? Ну, я не знаю. Ты же знаешь, ты как человек верующий, ты же понимаешь, что пути Господь неисповедимы. То есть, ты мне там в Таиланде желаешь смерть. Нет, нет, нет. Я что-то не предъявляю. Предугадываешь. Нет, нет, нет. Валентин. Ты же понимаешь, что вот притчи Христа когда-то, человека как полевую лилию, значит, и кидают в огонь. Вот. А, то есть, думаешь, меня там сожгут? Нет, нет, нет. Человек смертен, Валентин. И человек внезапно смертен. Ну, ты же понимаешь, что... Ну, Валентин. Просто скажи нашим зрителям. Подведи итоги своей жизни. Итоги? Хуй, я... Ты что, меня в последний путь провожаешь, что ли? Нет. Ну, вот я могу подвести итоги. Было всякое. И у меня тоже было всякое. Вот. Короче, я так скажу. Знаешь, вот если взять Демона, Влада Панина, ну, это тоже из Питера, из Питера парень. Влад Панин? Да. Нет. Я тоже думал. Стаса взять. Стас Панин. Но есть и Влад Панин из Санкт-Петербурга, которому я два раза приезжал в Петербург в 19-м году. Взять шкилу с Аркашей. Вот какие бы ситуации не было, не были, да? Не помер. Хотя мог. И в землю закапывали. И ванни топили. И зеленкой обливали. И сотрясение мозга получал. Но ничего. Господь Бог меня бережет. За мои молитвы. Вот так. Вот как-то так. Исполайте, 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 деспота. Да. Да, Валентин, ну, желаю тебе многое лето. Вот. И все будет. Взаимно. Хорошо. Взаимно. Я надеюсь. Алексей, ну, расскажи, пожалуйста, как происходят твои дни, твои поездки. Данный Санкт-Петербург поговаривает, что тебе одна кекс-коммунистка дала все-таки данный секс. Ну, слушай, как тебе сказать, как бы. Я рассчитывал, что мне секс дадут на вечеринке. То есть, это вот смотри, она ровно через месяц после вот этого адского автор-пати. С Ксюшей. Да. Где Ксюша не дала и все разрушила, всю мою жизнь перечеркнула. Я надеялся, что вот на вечеринке мне дадут. Вот. То есть, это бы закрыло вот эту кармическую дыру, через которую идет отток энергии из меня. И, по сути, моя деградация, уничтожение, разрушение всей моей жизни. Вот. То есть, это должна была стать вот, как бы, такая победа добра над злом, если бы мне дали секс. Вот. То есть, там действительно вызвались, якобы, там очень многие, вот, клятвенно заверяли. В чате писали, что сто процентов, там, дадим. В кабинке. Поедем в Нижний Новгород с тобой. Вот. В итоге ни одна не дала. Ни одна на вечеринке. Вот. То есть, пришло там действительно около 600 человек. Очень много подтверждаю. Дело в том, что часть, вообще, я так понял, без билетов туда пролетел. Вот. Но ни одна не дала, да. Действительно. Причем, время было и до, и после. И было и место, и после. Оно в итоге вот так вот. Алексей, все-таки, все-таки. Просочилась информация, что секс был в Питере, в Санкт-Петербурге. Ну, ты же знаешь, мое отношение к сексу, как бы, да? Не, не, Алексей, факт. Был или не был? Ну, только честно. Как бы, я не знаю. Тут же мы хоть конем делаем, чтобы, Ксюша, смотри, что незаменимых нет. Кадры-то решают все. Нет, не совсем. Не совсем так, как бы. Вот. То есть, секс, он играет магическую роль. То есть, для меня секс, это секс-магия, на самом деле. Вот. То есть, он имеет кармическое значение. Если он не в то время происходит, не в тех обстоятельствах, как бы. Вот. И потом, что же знаешь, что для передачи сексуальной энергии необходимы определенные условия по тантризму, как бы, да? Какие-то условия? Что-то подзабыл базу. Ну, например, алкоголь закрывает энергетические каналы. А ты что, пьяный, что ли? Блокирует. Я-то трезвый. А, то есть, если данная женщина пьяная, то она ничего не передает? Да, это не считается. Во как, эво как, как Валентин бы сказал. Подожди. Так бы все давно стали суперманами. Ну, ты... Стоп, Вождь, у меня теоретический вопрос. Вот, к примеру, если мой батя Юра Марадонна с моей мамкой меня сделали по пьянке, это вот как с точки зрения вот этой доктрины данной? У тебя, может быть, мало суперманами. Но дело в том, что рождение детей, оно вообще в тантризме как бы не рассматривается. Это другая сфера, как бы, рождение детей. Ее надо отдельно рассматривать. Вот, там свои есть нюансы, как бы, тоже. Вот, я-то не собираюсь рожать детей. Хорошо. То есть, Ксюша давала по-трезвому, а вот эта секс-коммунистка по пьяни, да? Ну, типа того, да. Хорошо. А почему? Она же была на этом празднике. Почему она тебе, собственно, не предоставила? Ну, ты знаешь, там были, как бы, у нее свои оправдания. А вот тут нет смысла, как бы, я никого не осуждаю. Я просто по факту, как бы, говорил. Не-не-не, вождь, это что-то неправильно. Там же была, ну, чуть ли не половина, если не больше данных. Ну, вот смотри, вот со мной был мой товарищ. Вот спроси, он как раз это прокомментирует. Если можно. Да, я держу, я держу, я держу, бро. Так, что именно прокомментирует? Потому, что полно фанатов, ни одна не дает. Ну, да, вот мы когда с ним вчера шли, вот в эту военную аттеку. Мне вот это не понравилось. Там они, знаешь, подбегают, вот эти вот просто сфоткаются, знаешь. Чисто по приколу, чтобы там подружкам чисто показать, поржать. А таких фанаток, знаешь, которые там ему давали секс, вот таких нету. Хотя они, вот я помню, еще там три фанатки с нами увязались. О, мы вас так любим, мы вас любим. Я говорю, мы за секс-коммунизм, мы за секс-коммунизм. Я говорю, ну, все, замечательно, за секс-коммунизм. Давайте, вот, уваждаясь квартира, все, там, поедем к нему. Энергия обменивается. Да, и вы ему энергию дадите свою. Ой, нет, там у одной, там, у меня там парень, у второй, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, как бы, ну, и чего толк от этих фанаток. Мы даже хотели со сцены выступить. Да, я вот даже со сцены хотела выступить. Сейчас хочется мнения Валентина. Валентин, вот как ты считаешь, без шуток, абсолютно, без приколов? То есть, у данного вождя есть популярность. Это вообще не прикол. То есть, мы сейчас по улице шли, ну, вот, вот, свидетели сидят. То есть, подходят там, ну, неважно, молодые, немолодые люди. Говорят, вот, Алексей, давайте сфоткаемся, тоси-боси и прочее. Ну, вот, почему? То есть, это же теория больших чисел, теория вероятности. То есть, рано или поздно, неважно, там, жируха или, вот, как ты там говорил, хоть крокодил, хоть кто угодно, должен дать секс. Почему Алексею не дает секс, если он не урод, он не нищий, он популярный? Почему, Валентин, как ты считаешь? Может, дело в характере? Так, хорошо, у многих людей, там, не важно, у олигарха каких-то, я уверен, что плохие характеры, у них есть деньги, у них есть там какая-то популярность. Они дают, вот, всякие мелкие, там, рок-группы, или рэперы, там, всякие, неизвестные. Ну, здесь уже вопрос о другом. Вот, я не знаю, вот, ну, Алексей, я толком-то, ну, просто видел так, в нарезках. Ну, да, нормально. Но Алексей же, он не пытается купить секс. Нет. Он хочет, чтобы это было через чувства, правильно? Олигархи-то покупают. Хорошо, есть расчетливые женщины, которые пользуются... Их большинство. Я чувствую, что он... Нет, нет, нет. Ну, давайте парней спросим, он, давай этого, панка спросим, дает ему секс. Он молодой, чтобы... Бро, расскажи, вот, чувствуется, что тебе женщины дают секс. Расскажи, пожалуйста. Да, особенно тентрические, боже. Сейчас мы все узнаем. А что, тебя так с похмелюги трясет, что ли? Да, тентрические секс, тема. Бро, расскажи, как часто тебе дают данные женщины? У меня девушка есть. Ага. У меня не данные женщины. Хорошо. Ну, бро, ну, женщина и девушка, это не про возраст, это просто как про пол. Вот, вот смотри. У тебя хороший характер, наверное, да? Я даже не знаю. Может быть, хуй. Кстати, вождь, говорят, что ты ввел в заблуждение неких людей, потому что просочилась информация, что у вождя был данный секс не две минуты, а целых двадцать. Так все же пиздит, конечно же. То есть, все-таки двадцать. Ну, я не буду как бы не подтверждать, не опровергать. Кому интересно, пусть кто-то выясняет. Понятно. На практике. Хорошо. Так давай выясним все-таки, бро, ну, вот, серьезно, если серьезно говорить без всяких подколов. Ну, вот смотри, вождь, он объективно популярный, еще раз. У нее есть деньги, у нее есть и прочее. Почему? Вот ему не дают женщину, а у тебя есть девушка. Серьезно. Если без всяких приколов. А женщина какого возраста-то? Ну, двадцать, вот, восемнадцать-двадцать желательно. Ну, может быть, дело возраста. Ну, хорошо, даже, смотри, вот, по теории вождя, ну, не только вождя, до тридцати, до тридцати женщина, она источает энергию космическую. А после тридцати у нее все, бензин заканчивается, все там, вот. То есть, хотя бы какую-нибудь четкую и дерзкую двадцатидевятилетнюю даму. Наверное, просто не повестил. Ну, в смысле, как не повестил? Вот почему тебе повезло? Сколько миллиардов людей, вот когда-нибудь. Ну, вот, хорошо, почему тебе, за что вот тебя любит данная твоя девушка? Ну, я люблю философию. Философию чего? Вот вождь, он... Космоса, блядь. Марксизм, марксист. Всего? Ну, я эзотерик даже больше, можно сказать. Эзотерика даже ближе к философии. Что делать вождю? Что делать, Валюш? Ну, скажи, ты как человек, который повидал. Я думаю, что Леше надо будет просто немного набраться терпения и найти ту самую, которая не будет меркантильной, которая не будет обращать внимание на какой-то возраст. И все-таки, я думаю, близкой по духу найти себя. Валентин, а сколько можно терпеть? Вождь, сколько, ну, вот... Поехали в Таиланд, слушай. Да что я там забыл? Поехали в Таиланд. Я тебе говорю, два дня дай мне, два дня дай мне. Банглороуд нашим, все телки наши. Не, секс нужен регулярный. Я ее в чемодане привезу домой, что ли, сюда? Банглороуд нашим, и дальше некуда, блин. Блин. Ты заебешься в Ягру жрать, блин. Ну, как бы, секс будет, но там будет один нюанс тоже. Не хотелось бы такого. Там с энергией тоже будет нюанс, правда. Ладно, да. Вот, ну ладно, хорошо. Валентина, а сколько можно терпеть? Вождю уже за 40. Что? Куда? Сколько еще надо терпеть? Знаешь, я тебе так скажу, что судьба, судьба, она штука такая. Неизвестно, где найдешь, где потеряешь. Так что я думаю, что неважно дело во времени, в количестве времени. А самое главное в том, чтобы найти родственную душу. И если Алексей найдет родственную душу, которая будет разделять с ним его приоритеты, его интересы, то, думаю, тогда все получится. Добренько. Вождь, давай уже будем заканчивать. Сколько еще терпеть? Смотри, я думаю, что это конец. Потому, что вот это было последнее кармическое окно. Энергетический портал, когда можно было действительно еще что-то исправить. Вот сейчас я не вижу вообще никаких возможностей. Вот, то есть, мне говорили... Не, дорогие, можно себе ставить крест. А, не я не ставлю, не я ставлю, а бы оставили бабы. Вот, то есть, им я был дан, по сути, вот свыше, как бы, да? Они знали, что это финальная битва добра со злом. Они все похуй на меня забили хуй, блядь. Все нахуй. Ни одна не дала. Они знали, как для меня это важно. Что я приехал, блядь, из Нижнего. Я ехал 10 часов, блядь, от Москвы. 4 часа до Москвы. Я создал все условия, блядь. Я им... Вот эту инотеку... Полностью она была забита. Это все было сделано. Все. Чтобы собрать всех в одном месте. Вот смотри, как это работает. Вот это все связано с гавахом. Вот с высшими этими силами, сферами. Смотри, мне свыше сила добра дает возможность собрать 600 человек, которые... Ну, пускай там даже будет 99% хейтеров, которые пришли поугарать. Но они дают эмоции. Все эти эмоции, они концентрируются во мне, как в магическом кристалле. Как в призме. И эта призма, она должна выстрелить. Или поддержать добро, либо поддержать зло. Вот. В итоге, что? Если бы мне дали секс, я бы сейчас был просто на крыльях. То есть, я бы был... Воспарил бы. И эти все эмоции, которые во мне преломились, они пошли бы к Господу. И сила добра бы во всей вселенной победили бы просто. Остановились бы воины. Остановился бы экономический, экологический кризис. Теперь, когда мне не дали, причем могли дать. Могли дать. Я лично знаю, кто мог дать, но не дал. Из принципа. Из принципа. Она поставила принципы выше божественной любви. И теперь вся эта энергия. Все эти 600 человек, которые мне отдали свою энергию, вся эта энергия шла к сатане. И силу зла победили теперь в глобальном масштабе, во вселенском масштабе. Вот так это произошло. Вот так. Вот, пожалуйста. Вот панкам вот они дают. Вот всем, блядь, кому угодно нахуй. А боссыным наркоманам они наверняка отсосали в этой инотеке. Кому угодно они могли дать. Но человеку, который все это организовал, который сделал им праздник, ни одна не дала. Ни одна. Это факт, блядь. Все, кто там был, вы служите сатане. Какие бы у вас не были принципы, как бы вы это не объясняли. Там у вас мечные, хуечные. Мне там, блядь, я твоя сестра. Нахуй, у меня болит голова. Вы все служите сатане. Вы помогли силам зла победить в очередной раз. И это теперь не исправить ничем. Можете себя оправдывать, говорить, что там я из другого города, я туда-сюда. Вы помогли силам зла. Была бы там моя художница, она бы тебе дала 100%. Она бы не дала, я уверен. Я тебе клянусь. Ну, ее там не было. Если кого-то где-то нет. Вот у Кастанеды есть такой миланс, когда Карл спрашивает. А вот Дон Хуан, вот если сядет в 100 метрах, ты будешь его не видеть. Снайпер с ружьем и хочет тебя застрелить. Вот ты своей магией, что ты можешь сделать? Он говорит, а меня там просто не окажется в это время. Вот так работает магия. То есть, если она там не оказалась, все, значит, она тоже служит сатане. Если бы она была посланницей сил добра, она бы нашла меня где угодно. Она бы пролезла, я не знаю, под дверь, чтобы мне дать. Она говорит, что вот, например, в России, в Питере, она никому не дает. А в Таиланде, блядь, ну слушайте. Ну, правильно, остров сатаны Таиланд, который подвергался цунами. За то блядство, которое там творится. Таиланд. Давай, когда мы с Валентином отсюда снипемся. Ну да, успейте, главное. Я никому зла не желаю. На Тайвань, на Тайвань. Вот, хотя там тоже скоро не спокойно будет. Пхукет же был, Пхукет рядом он там, да? Конечно. Ну вот, там был этот цунами, который все снесло. И были исследования, затерики говорили, что снесло из-за этих, блядь, ебаных трапов там, хуяпов. Все, вот все, вот господь смыл просто вот так. Вот, на этой мажорной ноте, дорогие мои друзья, мы, пожалуй, закончим столь эмоциональное видео. Все, ребята, давайте будем оставаться крепким духом. Давайте, ребята, проживем столько, сколько нам господь сподобил. Не будем вешать нос. Будьте счастливы, хранит нас господь. Ребята, неважно, замедляется ютуб, что там происходит, остаемся здесь. Мы нижний и средний интернет. Мы всегда в андеграунде. И кто захочет, вот правильно, Боже сказал. Наивысший. Наивысший, да. Тот под двери, так сказать, просочится и увидит нас. До новых встреч. Всем чао. Пока.